И тонкостью покраски нет, как правильно. Чем нравится перекраска? Так, я смотрю, ты взяла новый валик. Маша была абсолютно права. Если у вас останется краска, обязательно ее сохраните. Можно перекрашивать любую мебель. Лайфхак для вас. Сегодня у нас в гостях Маша, декоратор, и она будет перекрашивать икеевские тумбы. Отлично. Ребят, всем привет, это канал Преобразователь. Сегодня у нас в гостях прекрасная Маша, декоратор. И она сегодня будет разукрашивать икеевские тумбы. Чуть-чуть, может, скажешь тоже. Смотрите до конца. Смотрите до конца. Я буду снимать и показывать вам результат деятельности. Я сейчас ее откручу, чтобы Маша подобралась к труднодоступным местам и все покрасила у нас. Для этого мы берем шуру поверх. Поставили так, чтобы со всех сторон можно было подобраться валиком. И теперь осталось дело за профессиональным подходом Марии. Какие тонкости покраски вот этих икеевских тумб? Как правильно. В первую очередь это обезжирить спиртом или водкой и... Водочкой. Ага. Берешь краску. Я крашу брендом Данья Геллер. И она специально уже не требует грунтования. Просто берешь и красишь. Вот это называется цвет тимьян. Это один из самых популярных цветов, которые очень пользуются спросом, потому что приятный цвет. Чем нравится перекраска и почему я вообще снимаю это видео? Можно поехать взять любую стоковую вещь, неважно из какого там супермаркета интерьерного, и перекрасить ее в любой цвет. Калитра, она составлена не просто так. Она составлена в соответствии с текущими трендами. Она специально разрабатывалась. У нас есть определенные мировые тенденции сейчас по цвету. И исходя из этого составлены палитры. Какие настроения есть в обществе. Сейчас есть тенденции, например, на какие-то насыщенные, яркие оттенки. В интерьере, да, тоже можешь заметить, у тебя тоже здесь такие красивые глубокие оттенки зеленого. Хотел задать ей социальный вопрос по поводу значения высшего образования. В твоей нынешней карьере. Мне кажется, те предметы, которые нам давали, это не особо были практичны в жизни, да. У нас была и колористика, и живопись. Мы очень много рисовали. Ну, теперь я понимаю, вот кисточка в твоей правой руке. Да. Я считаю, что ничего зря не бывает. Все-таки высшее образование – это определенный кругозор. Ну, это, собственно, у нас фасады. То есть для мебели три слоя? Да. Для рулека. Паночка-то объем совсем небольшой. Здесь, я не знаю, грамм 600, наверное. Здесь 500 миллилитров. 500 миллилитров. Чтобы наш обзор был объективным, практически каждый хороший, именитый производитель краски, лаков, они имеют линейки по дереву. Про эту конкретно краску я считаю преимущество, что нужно всего лишь два ингредиента – это водка и, собственно, сама краска. Вообще, такую краску на рынке очень мало еще брендов, которые предоставляют именно такую возможность, что ты просто берешь и красишь, тебе не нужно грунтовать предозрительно. И эта краска не для чистого дерева, то есть это именно для старой мебели, для фасадов МДФ, например, да, что она хорошо ложится вот на эти поверхности, даже на металлические там двери, например, еще перекрашивать можно. Круто. Да, кафельную плитку. Эта техника подходит абсолютно для всех, можно перекрашивать любую мебель, пусть это будет итальянская какая-то, крутая, дорогая, пусть это будет какая-то икеевская, то есть вы всегда можете взять краски, пригласить мастера, либо взять и сделать это самим, то есть это очень простая технология. И более того, это не просто какая-то заводская покраска, да, машина, это ручной труд, и это душа, и вот эти все мазки, которые вложены мастером, либо вами в этот продукт. А в другом санузле у нас будет уже бежевая краска, называется она «Сладкий ноябрь». Ее надо будет обезжирить как раз водочкой, либо спиртом, открепить, раковину убрать, сейчас мы это сделаем и будем красить со всех сторон, чтобы было качественно и красиво. Буду откручивать. Так, я смотрю, ты взяла новый валик? Лучше валик поменять. Здесь светлая краска. Там темная, ну, типа... Да, ну и возбежание. Важный момент, после покраски проверьте поверхность на просвет, чтобы всяких соринок не было, да, если соринки есть, убрали и аккуратненько подкрасили. Всем уже приелась икеевская мебель, и когда мы ее перекрашиваем и ставим другую фурнитуру, то до ее даже можно не узнать, поэтому лайфхак для вас. Так выглядит наша производственная площадка. Ну, так выглядит первая проходочка. Дальше уже будут забиваться все шовчики кисточкой. Итого три раза, плюс кисти. Получаются идеальные фасады. Маша красит не всю тумбу целиком, а именно фасадную ее часть, потому что нужно ее красить перед сборкой. Это раз. И второй момент. Это увеличивает расход краски, стоимость работы. Ну, а так вот потихоньку, помаленьку мы движемся к логическому завершению. Если у вас останется краска, обязательно ее сохраните. Крышка плотно закрывается. Вы сможете подкрашивать какие-то участки, если будут какие-то сколы или царапины. Одна баночка 1900 рублей. То есть, две банки вышло 3800. 3800, ну плюс расходят кисточки, валики. Ну, да-да-да, это вот я все свое купила. 4000 рублей. 14 на всех. Да. Маша целый день проработала в таких беленьких носочках. А у нас еще тут клининга даже не было. Вот только за это и можно этому видео поставить огромный лайк, написать Маше в комментариях. Молодец. Ну, а завтра мы уже позовем сантехников, и они будут устанавливать эти тумбы на свои места. У нас здесь, кстати, очень красивый интерьер получился. Обзор этого интерьера буду делать уже совсем скоро, поэтому подписывайтесь на канал, кто не подписан. Так, ну все, у нас день заезда. У нас последнее приготовление. Устанавливаем тумбочку. Крашеную. Ну все, тумбл у нас готовый. Смотрите, какие красивые получились. Это у нас сладкий ноябрь, я напомню цвет. Здесь тоже покажу, что раковину обязательно нужно приклеивать к основанию, чтобы она никуда не ходила и со стороны плитки. И цвет тимьян, это у нас душевой, очень красивый тоже, мятненький, красивенький. Здесь у нас стык идет, краска благостойкая, и уже красиво получается. Ремонт это творческий процесс, поэтому проявляйте креативность. Чем больше таких вот хороших мастеров с творческой основой прикоснуться к вашему ремонту, тем лучше подписывайтесь на канал. Переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на Соколовый декор. Стопудово. Пока-пока.